...таких платформ, как Фейсбук, ВКонтакте и Твиттер, была самым обсуждаемым в СМИ Рунета в глобосфере. Все, может быть, еще помнят те времена, когда был топ Яндекса, самообсуждаемые в СМИ. Мы всегда были самообсуждаемыми в СМИ и, в общем, спокойно с этим жили, ничего с этим не делали. И нам не приходило в голову, что нужно как-то особенно стараться, чтобы нас еще больше цитировали. Мы всегда как бы так исходили из старой доброй практики, чтобы товар продавец в нем найдется. Вот если нас интересно читать, ну, в общем, пусть себе там хвостят. Ну, дальше, в общем, как бы в какой-то момент активность пользователей сместилась в Твиттер. И я по долгой службе, не то лищее, значит, благосферу и ссылки на нас, заметила колоссальное количество ссылок в Твиттере у нас. То есть просто они забивали абсолютно блог Яндекса, ну, в смысле, блог с Яндекса на 12, на 15, на 18 страниц, пока я не уставала листать. Надо было думать, что с этим делать. Значит, почему мы до этого не задумывались, что с этим делать? Потому что, во-первых, как бы, вот, мой символ первый состоит из том, что нельзя этим приментировать на читателе. Пока ты сам не понимаешь, для чего тебе это нужно, нефиг лезть туда, куда-нибудь, куда все полезли, да? Значит, что после мониторинга социальных сетей, что выяснилось? Что огромное количество средств массовой информации ринуется в социальные сети, вообще не понимая зачем. То есть у нас вот с Сашей Рамзином есть любимый вопрос, который звучит так. «Чтобы что?», вот они пошли туда «Чтобы что?», чтобы получить читателей в дополнителях, чтобы читателей, как бы, чтобы замуслить френденту тех людей, которые у него не посчастливилось на них подписаться. То есть то же самое, что они транслируют на своих сайтах. Люди стали ставить ссылки в Фейсбуке и ВКонтакте, и это вот «Чтобы что?». Он никак не мог понять. Вот. Поэтому мы, в общем, собственно, как-то не сильно парились по поводу социальных сетей. Но тут с нами сыграла злую шутку, собственно, наша профессия. Потому что все, кто работает в новостной журналистике, все знают одну, такую особенность людей, которые там работают долго. Ну, во-первых, это конвейер, и люди устают, да? Во-вторых, в конце концов, всем надоедает быть безмянным солдатом на информационной войне. Вот. Очень хочется когда-то нарушить заповеди и привнести какую-то эмоцию, выразить какое-то отношение к какой-то вынести и так далее. И абсолютно в психотерапевтических целях. Для того, чтобы у редакции было куда выпускать пар, мы открыли крышечку под названием «Фейсбук», «Твиттер», «Лендовая афиша». Вот. Куда? Ну, в пределах приличного, конечно. Ну, то есть, просто матом мы, конечно, не ругаемся, разговариваем, но тем не менее. Что бы, значит, туда ведущие, выпускающие редакторы ленты, постили ссылочки на ленточные новости и выдавали первую человеческую реакцию, то есть нормальную реакцию здравого смысла на то, что происходит в новостях. Каково же было наше удивление, когда там через две недели фолловеров у нас стало там 8 тысяч, через четыре недели их стало там 18, сейчас их 26 тысяч, и это все продолжает расти со скоростью примерно тысяч фолловеров в неделю. Сейчас выяснилось, что мы открыли какой-то странный такой феномен, который мы начали слева точно так же следовать все остальные СМИ. Привет, ВК, привет, Слону, и все остальные люди из коммерсантов, которые начинают свои точки с того, что и не забудьте, дорогие, вести Твиттер в стиле «Лендовая афиша». Welcome. Вот. Значит, понимаете, в чем дело? Нельзя это дело повторять. По одной простой причине. Для нас это было решением, да, мы удовлетворили реакцию, желание редакции каким-то образом поучаствовать в новостном процессе и выявить, то есть показать читателям, что ленту делают живые люди, которые точно так же реагируют на происходящие события. Повторить это практически невозможно, ровно потому, что тогда нужно просто у меня убрать, перекупить выпускающих редакторов и посадить себе в редакцию. В любом случае, все остальное, как бы, это нашло отклик у читателей. Получилось, что мы какой-то ключик открыли, что читателям действительно интересно, а что происходит внутри редакции, а как мы реагируем на, там, не знаю, историю с Каддафи, вот, и все клички Каддафи уже кто-то даже начал их собирать, которые мы, значит, присваивали, там, Муаммар Дарисе, Каддафи, или, там, Лукашенко знал бы, куда ушел, вот, ну, в кавычках, то есть все это, все это расползлось. Но я не могу сказать, что это какой-то рецепт. Отнюдь. Какие проблемы я лично вижу в том, как лента присутствует в социальных сетях? У меня до сих пор нет ощущения, что мы двигаемся в правильное направление. Почему? Если вы небольшое СМИ, то да, вот эти 26 тысяч, которые к вам пришли, и мы можем их отследить, и мы можем понять, что, например, люди, приходящие с Твиттера и кликающие на одну ссылку, они залипают надолго, глубина просмотра очень большая, да, то есть они надолго, например, залипают на вашем сайте. Окей, в Фейсбуке то же самое, но их 25 тысяч, от 800 тысяч уникальных посетителей в сутки ленты это статистическая погрешность. Я до сих пор не понимаю, стоит развивать дальше или нет. Если вы небольшой сайт, и для вас 2, 4, 8, 10 тысяч посетителей в сутки, это серьезная прибавка к вашему трафику, то да, окей. Значит, и возникает вопрос, а стоит ли овчинка в выделке? До тех пор, вот я для себя сделала такое вот, до тех пор, пока в течение рабочего времени выпускающие редакторы ведут Твиттер, да, это вообще-то стоит выделать. Стоит ли делать, да, как РИА новости, которые фактически содержат, насколько я знаю, нескольких редакторов, которые работают с социальными сетями? Я себе этого позволить не могу. Я живу, извините, за счет рекламы. Я живу на самоокупаемости. Если у меня не будет доходов, я не могу себе позволить тратить деньги на содержание редакторов, которые будут выискивать что-то в социальных сетях. У меня все мои репуты, самые лучшие няни за самые маленькие деньги. Поэтому я себе не могу позволить таких расходов и думаю, что большинство здесь присутствующих. Точно так же, как бы вы ни говорили, а, да, очень важно присутствие в социальных сетях. Где вы деньги возьмете на то, чтобы там присутствовать? Потому что просто так, вот с полупинка левой рукой, ну, у нас один раз получилось, но у нас при всем при этом не получилось ни в Фейсбуке, ни ВКонтакте. Чем Фейсбук отличается там и ВКонтакте отличается от Твиттера? Ну, во-первых, в Фейсбуке совершенно другая аудитория, да? И я каждый раз говорю, ребята, вот вы, простите, мы попробовали с Фейсбуком работать там разными методами. Мы пытались делать ленту к завтраку, к обеду и к ужину. Мы пытались самые интересные, с нашей точки зрения, тексты туда, авторские в том числе, то есть скорее авторские, туда, значит, ставить ссылки и так далее. То есть мы много чего пробовали, но вот в рабочем процессе. В Фейсбуке это не работает, то есть нет универсального способа присутствовать сразу в трех или в четырех социальных сетях. С каждым из них надо работать. Например, то же самое ВКонтакте. Если мы проследим, вот я следила по блогу Янгексу, ВКонтакте это практически единственная аудитория, которая вот из социальных сетей, которая целиком высасывает ленточные тексты, да? То есть которая не просто ставит ссылки, а на всякий случай они целиком копируют ленточные тексты к себе. Вот это им зачем? Я пока не понимаю, но есть такой феномон. Поэтому с ним надо связать. Поэтому универсального рецепта, вот давайте работать со всеми социальными сетями, каждая социальная сеть требует своего подхода. Там, где в Твиттере позволено мулиганство, в Фейсбуке вас не поймут, там другая аудитория.